Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. Делайте себе чашечку чая, кофе, и давайте сегодня поговорим о компьютерных играх. На эту тему меня натолкнула статья, которую я прочитала совершенно случайно, когда внезапно озаботилась поиском ответа на вопрос, вот существуют ведь различные типы темперамента людей, типы характера, какие-то склонности чисто индивидуальные. Влияет ли это каким-то образом на выбор человека, жанр компьютерной игры или просто какой-то определенной специфики выбора? Потому что вот лично у меня я всегда выбираю практически одно и то же. Мой муж тоже специализируется в очень-очень узконаправленных играх, о которых мы тоже поговорим. И также у меня есть знакомые, родственники, просто друзья, которые, в принципе, никак, никаким образом не связаны с миром видеоигр, которым просто вообще плевать на эту индустрию, и они преспокойно себе живут, поживают. Ну, я стала искать какие-то, может быть, интересные статьи, подборки или, может, даже научные исследования на эту тему. С научными исследованиями я так глубоко не копала, потому что всё моё внимание захватила статья опубликованная. Я оставлю ссылку на эту статью. Вы знаете, если бы она была опубликована на том же, может быть, ЦВН или в блоге какого-нибудь человека, стёбна, на самом деле, разговаривающего об играх, я бы ещё поняла и посмотрела бы на всю эту ситуацию сквозь пальцы. Но сей шедевр был выложен на сайте playground.ru. Это сайт, который пишет об играх. Вот этим всё сказано. Но, в целом, если вы собираетесь поставить себе некий диагноз, опираясь на информацию о ваших игровых предпочтениях, то данная статья, вероятно, может быть, вам окажется полезной. Но в любом случае, какой бы жанр вы ни предпочли, имейте в виду, что вам дорога только в один конец. Какой именно конец, мы выведем в конце этого ролика. Итак, я немножко буду рассказывать о себе, о собственных предпочтениях, буду затрагивать эту статью. В общем, просто посидим, поговорим в уютной атмосфере, неформальной. Начну, наверное, с того, что я просто обожаю всевозможные RPG. Я люблю игры со стопроцентным, глубочайшим погружением в сюжет. Я люблю интересные истории. Знаете, для меня игра — это как книга. Это как кино. Поэтому я люблю игры со смыслом. Я люблю игры, в которых ты действительно проживаешь жизнь, в которых ты... От твоего выбора зависит, может быть, чья-то судьба или конечный исход игры. Я очень люблю игры, которые как книги. И я такие игры, вы знаете, называю «сделанные с любовью». Поэтому, да, Fallout, Skyrim, даже Oblivion. Как бы, конечно, местами комично он не смотрелся. Всё равно у меня ко всей Бетезде и всех их творениям очень тёплое, притёплое отношение. Я люблю игры, которые рассказывают историю. И да, я один из тех людей, которые слушают диалоги, проникают с этим, долго выбирают персонажа, читают информацию, читают сюжет. Для меня очень важно, знаете, прочувствовать всю историю, всю драму на собственной шкуре. То есть, если я играю, то меня в этой жизни нет. Меня в реальности уже не существует. Где нужно принимать какие-то супербыстрые решения. Ну, я могу поиграть в такие игры, но это случается редко. Я вообще человек в этом плане очень олдскульный. По сей день моя любовь — это Painkiller, первая часть. Исключительно первая. И я играла во все части крутого Сэма, серии Сэм. Очень прикольная, милая игрушка. И она, как бы, знаете, она не постоянно держит тебя в тонусе. Там есть моменты передышек, когда можно там собрать патрончиков, немножко там закинуться лекарствами и идти дальше. Ну, такая тоже прикольная, милая игра. Расслабляющая, интуитивная, понятная. То есть, с управлением совершенно никаких проблем нет. Я, в принципе, люблю игры с понятным управлением. И, наверное, поэтому у меня не пошел Assassin's Creed. Это управление меня убивает. Вместо того, чтобы наслаждаться игрой, читать там сюжет, погружаться в историю, я там, господи, как его научить прыгать? В общем, да, это немножко... И все, знаете, не потому, что я там не хочу тратить на это время, но просто, вы знаете, мне кажется, в современном мире, в игровом мире, уже настолько все продумано с интерфейсом, с управлением, мышкой клавиатуры или джойстики. Ну, выдумывают что-то новое, если только еще проще. Ну, к чему вот эти вот усложнения лишние, мне непонятно. Хотя, конечно, наверное, есть любители, к какой им я себя не отношу. Это мой вкус в играх. Также вот мой муж, например, он обожает игры, где совершенно не нужно напрягать мозг. Это пиксельные всевозможные игры, стрелялки и такие, знаете, бегалки. Я такие игры... Блин, я не проникаюсь ими. Они не вызывают у меня такого визуального, эстетического, скажем так, наслаждения. Я люблю красивые игры, да, тяжелые игры, что тут сказать. Ну, в плане тяжелые, по весу тяжелые. С такой некой имитацией реальной жизни, скажем так. Ну, это тоже все, вы знаете, вкусовщина. И я отчасти могу объяснить, почему у него вот так. И, в принципе, он совершенно не геймер, несмотря на то, что у него компьютер может потянуть какую-нибудь добротную игрушку. Вы знаете, приведу в пример в секретных материалах. Когда-то была серия, по-моему, в восьмом сезоне, где как раз-таки затрагивалась тема компьютерных игр, и акцент ставился на то, что женщины, коих представляет агент Скалли, не очень любят компьютерные игры и вообще не понимают все вот это, какое-то насилие, стрелялки, убийства. Ведь в жизни и так полно всякой нечисти, грязи и зла. Зачем мужчины еще и компьютерными играми закидываются? А Малдор, в свою очередь, представлял мужскую точку зрения. Он ей говорил, да ты не понимаешь, это ведь совсем другое. И у него прям при виде этих игрушек у него прям уже глаза забирались. Я, блин, я так его понимаю, потому что я обожаю компьютерные игры, я обожаю играть. Я очень часто себя сдерживаю. У меня на самом деле такой режим, можно сказать, потому что если я дам себе вольную, то прощай, пиши, прощай. Света уйдет в мир компьютерных игр и фиг ее, что вытащит из них. Поэтому я в этом плане себя сдерживаю. И я понимаю Малдоры, я действительно люблю компьютерные игры, и я вижу, что если ты, блин, мужчина, то ты не обязан любить игры, ты не обязан постоянно, не знаю, играть в танчики и в стрелялки и интересоваться миром компьютерных игр. Это совершенно не обязательно. Ну, наверное, так же не обязательно, как женщина, которая не любит готовить. Ну, а я вот, я не люблю готовить, а компьютерные игры обожаю. Это прям все мое. И вернемся к статье. Начнем с того, что если, например, вы предпочитаете для себя жанр экшн, то, скорее всего, что у вас внутри очень много невыплеснутой агрессии, вы вполне можете настучать своему начальнику по щам, вы, может быть, обладаете каким-то пассивным, агрессивным таким нравом. Иными словами, вы очень много держите, копите в себе, но у вас столько много нерастраченной злости, что вам прямая дорога к психологу или в спортзал, чтобы всю эту злобу каким-то образом растрясти. То есть, если вы, да, включаете пейнкиллер или крутого Сэма, то вы очень агрессивный человек, и вас держать в обществе опасно. Вы нежелательные гости для этого общества. Если вы предпочитаете РПГ, вот как я, например, то, возможно, что вы очень застенчивый, очень скромный человек, у которого реальная жизнь отличается ну, такими скучными буднями, что вы, возможно, имеете очень много проблем на сексуальной почве, и вам тоже прямая дорога к психологу, чтобы прорабатывать свои внутренние комплексы, и к сексопатологу, чтобы с этой темой тоже разбираться, потому что, скорее всего, со всей этой интимной жизнью у вас большие-большие проблемы. Так что спасибо, автор playground.ru, я теперь точно знаю, куда мне нужно идти. Также, если вы предпочитаете жанр adventure, приключения, то, возможно, вы очень много о себе возомнили, вы считаете себя умнее других людей, или же, наоборот, считаете себя не очень умным. Но, опять-таки, в любом случае, вы чрезмерно самоуверенный человек, и вам тоже прямая дорога на сеанс психотерапевта. Также данная статья рассматривает игры в жанре хоррор, ну, ужастики всевозможные. Тоже, кстати, люблю такие игры. И что... В чём нас опять обвиняют, если мы выбираем такую игру? Ну, кстати говоря, к жанру хоррор я могла бы отнести, например, мои любимые Sally Face, очень даже, или моя любимая Фрэн Бао, я уже забыла, как называется сама игра, Мистер Пол, Боже, я так обожаю этих персонажей, все эти истории, и они прям настолько вот в моём сердце, серьёзно. Да, это тоже две моих любимых игры, Sally Face и Хэн Бао тоже от души рекомендую попробовать. Да, хорроры в той или иной степени, конечно, то, скорее всего, психолог скажет, что у вас дофига каких-то детских фобий, страхов, вы постоянно ищете адреналин на стороне, и это ненормально, потому что человек должен жить реальной жизнью. Это говорю не я, так говорит автор этой статьи. И, наконец, кульминация, завершение. Есть ли вообще среди нас любителей платформеров таких игр, нужно прыгать, скакать, куда-то бежать, преодолевать препятствия в духе Марио, Соника и так далее. Думаю, что есть. И, внимание, какой диагноз нам ставит автор? Автор говорит нам о том, что, скорее всего, мы засиделись, скорее всего, мы ведем слишком сидячий образ жизни, что мы в душе хотим там прыгать парашютом, лазить по горам, заниматься экстремальными видами спорта, освоить скейтборд. А на деле мы играем в платформер и просто представляем себя в данном умплах. И тоже нам нужно все-таки записаться к мистеру-психологу, встать со стула, отправиться на пробежку, чтобы вместо платформеров бегать по настоящим реальным платформам. Вы уловили суть повествования и смысл статьи, которую автор пытался до нас донести playground.ru. Как вы такое вообще публикуете? Поэтому, дорогие друзья, если вы, например, пошли на первое свидание с молодым человеком или с девушкой, то просто спросите, какой жанр компьютерных игр он или она предпочитает, и вы сможете посоветовать хорошего психолога, специалиста, которому вы его или ее направите со всей своей заботы и душой. Да, друзья, поэтому складывается впечатление, что абсолютно любой человек, которому нравятся компьютерные игры, он уже какой-то нездоровый, больной, и нужно жить только реальной жизнью. Кстати, я замечу, что мое самое-самое первое знакомство с полноценными играми случилось в начале 2000-х годов мое, когда я только поступила на журналистский факультет, у меня тогда появился мой первый компьютер, закончила я универ в 2014-м, кажется, да, ну, в общем, первый-второй курс универа, я начала играть в две игры, это было Perfect World, да, по сей день испытываю к ней теплые чувства к этой игре, я в нее не играю, потому что она, кажется, мне уже такой достаточно плоской и скучной, какая-нибудь терра сейчас гораздо круче, чем Perfect World, и это был Ластелин колец онлайн, когда еще он был в России, нормальный, русифицированный Lord of the Rings, я просто обожаю Ластелин колец, вот именно онлайн-версию, ну, как, Лутро, коротко, по сей день считаю это игра одной из самых лучших вообще представителей своего жанра, и как же грустно, я реально чуть не плакала, если бы я плакала и стерила по поводу компьютерных игр, то у меня была бы истерика, что у них закончился контракт с Россией, и в России игры больше нет, конечно же, есть русификаторы, есть какие-то вот наши неравнодушные пользователи, переводчики, озвучники, которые занимаются этой игрой и переводят ее для русских геймеров и низкий поклон, но я что-то там пыталась, ставила, у меня часть работала, что-то не работала, в общем, были какие-то проблемы, и все вечно вылетала, уж лучше думаю играть на английском, ну блин, на английском, может быть, конечно, оно и лорнее, можно сказать, но я так привыкла вот так вот к тому переводу, вот этим речевым оборотам, блин, у меня вот такие реально ламповые те воспоминания, сидишь, видишь, там уже 12 час ночи, тебе там нужно готовиться к сессии, ты там учишь билеты, а второй глаз у тебя где-нибудь в Perfect World или выполняешь какие-нибудь праздники, там, в Ластерине колец, типа, Йоля или Хэллоуинский, блин, воспоминания очень тёплые, и несмотря на то, что я успевала и играть, и учить билеты, и сдавать сессии, я могу сказать, что компьютерные игры, наоборот, помогали мне переключать внимание, как-то расслаблять мой мозг от всей этой кипы новой информации, что сваливалось на нас, на учеников, на студентов, поэтому ничего, вот, лично от себя не имею против компьютерных игр, ну, если, конечно, подходить ко всему с умеренностью и разумностью, потому что, да, опять-таки, если я дам себе вольную, я буду весь день сидеть, а я понимаю, что мне это будет не на пользу, мне надо и с собаками гулять, и видео снимать, и писать, и, в общем, жить своей настоящей жизнью тоже, но на десерт, вечерочком, под чашечку вина или чашечку чая вполне можно на часок-другой зарубиться в мой любимый Skyrim, Fallout, и, да, Fallout это вообще, наверное, отдельное видео нужно снять про мою любовь к Fallout, о том, насколько я просто поклоняюсь этой игре, вот у меня, видите, прическа, собственно, в стиле Fallout, вы знаете, как только ты заходишь в игру, создаёшь персонажное, и нужно выбирать ему, типа, внешний вид, прическу, я всё время одевала себе, типа, девушку вот с такой выбритой прической, да, либо там была прическа, она называлась пляшивая, те, кто играет, те знают, и вот теперь вот слово пляшивая у меня всё время ассоциируется с Fallout, типа, пляшивая, Fallout, где? А такие у меня странные ассоциации, поэтому, друзья, на этой позитивной пляшивой ноте я завершаю свой ролик, посвящённый играм, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой жанр предпочитаете лично вы, как вы относитесь к компьютерным играм, нравятся ли они вам, и вот по поводу жанра мне будет интересно, чтобы вы точно знали, к какому специалисту вам обращаться и над какими психическими травмами детства вам работать, поэтому я желаю вам, конечно же, ментального здоровья и играйте в игры, которые сделаны с любовью и которые приходятся вам по душе. Подписывайтесь на мои соцсети, не забывайте читать мои два блога на Дзене, один посвящённый моей жизни с двумя обчарками, второй, литературно-творческий, также у меня есть литературная страничка на платформе Elite.net и паблик ВКонтакте, посвящённый тоже творчеству, фотографию, в общем, всему, всему, что меня интересует. Всё, всё, на этом точно, на этом точно всё, друзья, пока-пока, хорошей вам погоды, тёплого лета, играйте в хорошие, приятные... ө�өөөөөөөөөөөөөөөөөөөә...